Друзья, а у нас продолжается веселье. Меня тут предложили снять с выборов. Знаете, кто и за что? Цитирую по Башинформу. Совет ветеранов АО «Башкирская содовая компания» направил в Центр избирком Башкирии письмо с просьбой снять с выборов кандидата на пост главы республики Владимира Барабаша. Как поясняется, ветераны посмотрели выложенную штабом кандидата в сеть запись встречи со стрелитомагскими избирателями и были оскорблены его заявлениями относительно работы БСК. Я оставлю за скобками тот факт, что Башинформ не применил тут же вынести это значимое событие в паблик. Это издержки выборов, и они просто отрабатывают свой хлеб, бог им судья. Но что же так возмутило авторов письма? А все просто. Я уже довольно долгое время говорю об экологии вообще и о сохранении шаханов в частности. Так уж сложилось, что практически все СМИ это стараются игнорировать. Конечно, ведь обсуждать какой марки был у меня на руке браслет, сколько он стоит, гораздо интересней. Но тут, на встрече с избирателями в Стерлитамаке, когда я в очередной раз, говоря сухим языком, подверг критике позицию БСК и республиканских властей относительно планируемой разработки горы Шахана Куштау, душа химиков не выдержала. Особенную обиду, судя по тому, что в письме эти части моего уступления вот прямо процитированы, вызвали мои мысли о приоритетах прибыли над жизнью и здоровьем, о единоличных решениях по столь значимым вопросам без участия мнения жителей и о грозящей в результате бездумной деятельности экологической катастрофе. В качестве контраргументов в ход пошли даже увещевания про то, что БСК ежегодно инвестирует в развитие не менее 1 миллиарда рублей, на предприятиях компании работают 9 тысяч Стерлитамакцев, компания выплачивает налоги и дивиденды, ежегодно выделяет сотни миллионов рублей на благоустройство города, оказывает материальную помощь своим ветеранам. Мы, население Стерлитамака, горячо приветствуем решение сырьевой проблемы БСК. Будет жить завод, будет жить и город. Вот только есть пара проблем. Во-первых, вряд ли Совет ветеранов БСК уполномочен говорить от лица почти полумиллиона человек, живущих в непосредственной близости от БСК, и чьи жизненные интересы непосредственно задевают производство. И во-вторых, а я не предлагаю закрывать завод и лишать людей работы. Я ведь говорю совсем о другом. Сырьевая проблема БСК надуманная и может быть решена без ущерба для природы, экологии и здоровья людей. Только вот для этого должно сложиться несколько факторов. Власть должна встать на сторону людей, а не олигархов. А БСК, так же как, впрочем, любой другой завод, который хочет работать на территории республики, должен быть модернизирован с учетом самых жесточайших экологических норм и требований. Более того, я еще раз открыто заявляю, что решение о судьбе Шиханов не может принимать один человек. Четыре миллиона лет стояла гора и еще миллионы лет простоит. И если уж принимать решение по столь значимым вопросам, то только вместе, только референдумом. И это касается любого вопроса, который затрагивает судьбы столь большого числа людей. Автор письма, председатель Совета ветеранов БСК Николай Матавилов задается риторическим вопросом. Вызывает удивление, как столь малообразованный человек мог быть зарегистрированным кандидатом на пост главы республики. Но тогда, наверное, по этой логике нужно записать в малообразованные люди и доктора химических наук, уважаемого в республике специалиста Марса Гелязовича Сафарова, который многократно из разных площадок говорил о сохранении Шиханов, защите экологии и альтернативных решениях сырьевой проблемы БСК. И всех тех людей, кто выступает в защиту Шиханов. И всех тех, кто хочет дышать чистым воздухом и пить чистую воду.